Виктор Николаевич, ну и последний вопрос. Роман Халиман спрашивает. Виктор Николаевич, каков образ победы в Сирии? Как должна выглядеть победа? Победа в Сирии должна выглядеть в том, чтобы полное выдавливание, хотя бы полное физическое выдавливание подразделения ИГИЛ за пределы... Вы же не забывайте, что у нас еще будет еще одна война. Она будет у нас в Ираке. Так что Сирийская война это война номер один. Потом будет война еще в Ираке. Потому что вы посмотрите на карту. Там очень большие формирования ИГИЛа и запасные позиции. И мы их там уже ждем. Я думаю, что образ победы будет заключаться в двух факторах. Это когда Сирийская армия при помощи ударов с воздуха, возможно с моря, подразделения ИГИЛа будут выдавлены за государственные границы Сирии. И пограничные полки Сирии и приграничные войска Сирии возьмут на крепкий замок территорию Сирии. При этом Асад останется и начнется политический процесс, когда Асад сядет за такую же белоснежную скатерть с оппозицией и скажет. Дорогой народ, если вы не желаете, чтобы я был вашим президентом, я облевляю выборы. Оппозиция, если за вас проголосуют, приходите. Но самое главное, чтобы в Сирии был мир и чтобы хозяином Сирии был не человек из Вашингтона, а его величество. Это сирийский народ. И я верю, что так и будет. Хотя за эту победу, я считаю, конечно, придется заплатить немалую цену. Немалую цену и прежде всего, конечно, сирийскому народу. Но слишком запущена эта саркома игиловского терроризма. Слишком много денег всадили Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки и Ордания для того, чтобы создать вот этот кулак, который бы сместил Асада. И мой предыдущий товарищ абсолютно правильно сказал. По сути, это война не с Асадом. Но это война за газовую и нефтяную трубу, которую ведет с юга на север Сирии. Не забывайте еще, я должен сказать, что мы же вложили в Сирию тоже немало денег. У нас огромное количество проектов. Я думаю, что по меньшей мере 20 миллиардов долларов русских все-таки вложено в сирийскую экономику. И мы не можем так ваши, их деньги бросить на ветер. Мы должны понимать, что мы отвечаем за те деньги, которые нам дал российский народ ради того, чтобы у нас и был надежный союзник, чтобы у нас развивалась экономика, чтобы наш бизнес получал какие-то выгоды в интересах российского народа. Как говорил старик Маркс, если вы не знаете ответа на вопрос о каком-то событии, о его природе, возьмите белый листок и напишите одно слово. Экономика. И вы уже наполовину узнали суть тех событий, за которыми вы наблюдали. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Всем доброго вечера и до свидания. Лиц, принимающих решения, ощущение, что нам придется столкнуться с исламскими радикалами, оно возникло года 4 назад, когда по итогам вот этой вот арабской весны стали приходить к власти в странах не светские вот эти вот силы. Вы спрашивали, а вообще как далеко мы можем пойти? Вы совершенно верно заметили, потому что среди журналистов распространена ошибка в заголовке. Совет Федерации дал разрешение Путину на использование войск в Сирии. Боевиками применяют и устаревшие бомбы, и бомбы управляемые, которые корректируются с помощью системы ГЛОНАСС. И, как нам рассказали сами летчики, точность попадания такой бомбы, она может попасть даже в срезанный черенок лопаты, стоящий вертикально. Константин Зимков, мне кажется, несколько, ну, некорректно оценивает то, что происходит в Сирии. У меня такое впечатление создало, что этот капитан первого ранга в запасе или в отставке, он умнее генерального штаба. Он здесь нам только что поделоканал и сказал, что бомбовые, ракетно-бомбовые удары не принесут успеха, что все это надо согласовывать. Ну, надо, наверное, как-то нам, экспертам, быть поскромнее и не забывать, что кроме Сирковых есть генеральный штаб, есть министерство обороны, и, в конце концов, главное оперативное управление, где сидят в высшей степени профессионалы. И... Продолжение следует... Продолжение следует...